Я не займу много внимания. Я не первый раз здесь, многих из вас вижу. Здесь есть, к моему великому удовольствию, есть клиенты нашего банка. Мы банк, который активно работает с аграрным сектором. В этом году мы отмечаем юбилейный год, нам 30 лет на рынке мы работаем. Наш кредитный портфель больше 66 миллиардов и, как вы видите, 54% это как раз таки сектор агропромышленный. Я не буду рассказывать про стандартные программы, которые есть у каждого банка, то, что касается льготного кредитования МСХ. Вот, может быть, коротко для некрупных сельхозтоваропроизводителей. Один из интересных продуктов – это актив «Земля». Мы кредитуем до 30 миллионов по трем документам, принятие решения за 5 дней. Ну, то есть, может быть, кому-то это будет интересно. Вот там есть раздаточка на столе, можете посмотреть. Ну, наверное, знаете как, сегодня хотелось бы поговорить немножечко о другом. Уборка завершена. Краснодарский край в этом году, к сожалению, так, если по валу смотреть, собрал меньше. Ростовская область и Ставропольский край нам с вами повезло больше. И, наверное, сейчас у всех сельхозтоваропроизводителей в голове один вопрос. Как выгодно продать? И когда выгодно продать? Я также, как и вы, с нетерпением жду выступления Дмитрия Николаевича. Я думаю, что, может быть, нам удастся услышать какой-то ответ для себя. Но то, что мы говорим своим клиентам, то, что мы советуем своим клиентам, о чем мы сейчас проговариваем. Ну, есть, наверное, каждый из вас принимает решение, что делать со своей продукцией и в какое время индивидуально и сам. Но тот, кто принимает решение о передержке зерна, важный момент, который может понадобиться, это пролонгация. К сожалению, того инструмента, который у нас с вами был в прошлом году, когда мы могли пролонгировать вместе с Минсельхозом, это их постановление, мы могли пролонгировать льготные кредиты до конца 2022 года, в этом году такого инструмента не существует. Но есть классическая пролонгация, и ряд клиентов уже сейчас принимает для себя такое решение. Тот, кто принимает решение передержать продукцию и продавать позже. Выиграет он потом или проиграет, ну, наверное, только прожитое время сможет показать, кто был прав. Но еще раз повторю, каждый принимает это решение для себя. Из того, что хотелось бы донести вам сейчас, ну, вы, кто сейчас пользуется кредитами МСХ, у кого есть заявки на эти кредиты, вы знаете, сейчас последние, ну, наверное, месяца-полтора очень тяжело идет одобрение. В Минсельхозе, ну, давайте правде в глаза, на сегодняшний день деньги закончились. В связи с поднятием ключевой ставки, естественно, финансирование, которое было рассчитано под ставку 7,5, оно не предусматривало 8,5, про 12 уж и говорить нечего. И все это понимают. Ну, мы банкиры, честно говоря, очень надеемся, что поднятие до 12% это 2-3 месяца, потому что, ну, то, для чего это делалось, инструмент, это краткосрочное. Поэтому надеемся на то, что все-таки мы откатимся в ставке, ну, до 9 хотя бы, до 9. Ну, тут, знаете как, в нашем государстве на сегодняшний день прогнозировать сложно. Я честно говорю, боюсь, вот лично я, да, для себя, я боюсь 15 сентября заседания ЦБ, потому что ставка 14, она в горизонте просматривалась. Ну, надеемся, что вот они сделали 12, поняли, что не настолько эффективно. Поэтому все-таки, ну, по крайней мере, аналитики банковские говорят о том, что это на короткий период. О чем еще хотелось бы сказать? Ну, то есть, понимаем, сейчас одобрение идет, его сейчас нет, как такового нет вообще, но оно будет. Этот год мы еще с вами проживем в льготных кредитах, это понятно. Сейчас просто пройдет перераспределение, пройдет, скажем так, финансирование Минфином, профинансирует Минсельхоз, и в этом году мы с вами еще получим возможность кредитоваться по льготным кредитам. Следующий год, он под большим вопросом. Дважды уже министерство, я не хочу пугать, я просто проговариваю, не поймите мои слова, как руководство к действию, но я откровенно и открыто просто говорю о том, что сейчас беспокоит нас всех. Министерство сельского хозяйства дважды уже завешивало проект постановления на следующий год, и в этом проекте ставка 7%. То есть не 5%, как сейчас, до 5%, а до 7%. И на следующий год планируют, если это будет принято, планируется снижение субсидий для банков. То фондирование, которое идет банкам, оно будет снижено. И самая такая не очень приятная история снижена будет очень сильно по инвестиционным проектам. То есть для примера могу сказать, то есть банкам будет датироваться 50% от ключевой ставки. То есть на сегодняшний день это 6%. 7% еще максимально под что может банк выдать, и того 13%. При том, что банки, ну я не беру там совсем уж крупных федеральных, все остальные мы покупаем деньги по ключевой ставке. Ну то есть маржинальность проекта становится 1%. Я просто про то, что если у кого-то из вас в голове есть на сегодняшний день проекты, вы продумываете какие-то инвестиционные проекты для своего хозяйства, то есть смысл, может быть, ускориться и подписать со своими банками. Я не говорю, что придите в банку банк кредит. Да, мы здесь, я вот привела примеры, мы очень активно занимаемся инвестиционными проектами, и мы это любим. Ну и кстати, неженец Александр Владимирович, это наш клиент, очень-очень много лет партнерские отношения. Ну, как бы мы это любим. Я просто про то, что если кто-то из вас задумывается, когда это сделать, но твердо решил это делать, делайте в этом году, подписывайте кредитные договоры со своими банками в декабре месяце, тогда у вас больше шансов на то, что ваши проекты будут реализованы. Если рассказать про банку банк кредит, да, мы очень активно занимаемся инвестиционным кредитованием. Это маленький пример, что мы делаем. Вот есть следующий пример. Ну вот у нас сейчас в работе у банка строительство четырех ферм, крупных ферм животноводческих. В Ростовской области мы, кто был на животноводческой конференции, я уже это говорила. У нас сейчас хороший интересный проект тоже с нашим долголетним, многолетним партнером. Мы расширяем доильный зал, и у нас задача, если сейчас фуражная стада 1250 голов, у нас задача до конца следующего года выйти на полторы тысячи, и в 25-м на две с половиной тысячи. Ну и коровы есть, и возможности есть у хозяйства. Мы очень активно занимаемся развитием суперинтенсивных садов. Ну вот я просто к тому, что, наверное, два основных совета, как банкир, которые я могу вам дать, как сельхозтоваропроизводителю, это история принять решение передерживать или продавать. Если решите передержать, обращайтесь к своим банкам за пролонгацией, если вам это необходимо. Банку Банькредит точно это делает. Ну и повторю, если вы хотите что-то модернизировать, или что-то делать новое из интересных проектов у себя в хозяйстве, ну на всякий случай не затягивайте. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ